клёво всем друзья сегодня приехал на рыбалочку половить на удочку с гусиным пером очень часто слышу в отзывах что я тебя обловлю на гусиное перо без проблем решил попробовать вспомнить детстве как это ловить на пирог правда его грузил не так как обычно более правильно ну и нанес полоски чтоб лучше было видно поклевки друзья посмотрим что мне получится здесь поймаем рыб друзья для того чтобы начать ловить мне нужно огрузить правильно поплавок для этого мне нужно найти нулевую точку это та . когда крючок касается дна это нулевая . от которой я уже буду плясать что мне надо положить подпасок на дно на одном или приподнять крючок на дно чтобы найти я на крючок привесил две дробинки не нужно чтобы поплавок начал тонуть да сейчас будем искать именно эту точку когда поплавок выйдет на рабочую глубину это будет значить что кусок крючок коснулся дна утонул добавляем глубины утонул еще добавляем глубины утонул добавляем еще глубины вот видно самый кончик поплавка надо добавить примерно еще пару сантиметров посмотрим и возможно выйдем на нужную нам глубину я знаю как у меня гружен поплавок от этого я и понимаю какая глубина вот поплавок стоит так как я его отгружал но сейчас я про и прокидаю вправо влево постараюсь понять если справа слева какие-то изменения в губине вот здесь вот 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 выходит так что в левую сторону небольшое понижение напротив меня выглядывает выглядывает поплавок на одну длину справа также влево на этой же дистанции он чуть ниже сидит все друзья с точкой ловли я определился глубину нулевую выставил помня еще по детству и вижу как скользит поплавок на полеске я ставил несколько хороших упакителей силикона это оказалось мало и поэтому еще по детству великолепно помню поплавок все время сбивается скользит поэтому нам обязательно на удилище маркером нужно отметить нулевую точку берем маркер и краешек поплавка ставим марку на удилище все теперь если даже глубина собьется я без проблем все верну назад зная длину своего поводка а все поводки у меня совершенно одинаковые длины по 15 сантиметров я могу сделать так чтобы подпасок лежал на дне а мне это и надо для начала я буду ловить со дна посмотрю активность карася если вдруг карась не захочет клевать со дна буду искать его на дно а пока я меньше тянуло меньше тянуло я подпасок кладу на дно зная длину поводка 15 сантиметров значит до паска мне 15 сантиметров я подпасок кладу добавляю глубины около 20 сантиметров таким образом я знаю подпасок у меня лежит на дне и по клевке на подъем я буду отлично видно на данный момент подпасок у меня один если будет тянуть его не будет хватать и от основной грузил добавлю еще один подпасок проверяем все все отлично если у меня прикормка на рыбалке еще остается чаще всего и забираю домой также конфискую у товарищей вот так и в этот раз забрал прикормку тут смесь даже не знаю чего моя прикормка сашина саня на одну из рыбалок добавлял крупу вот здесь и крупа все вместе единственное сегодня добавил утяжелил я добавил все целки с аромой карась сейчас буду лепить из этой прикормки шары и шарами практически полностью сразу закормить оставлю немножко прикормки на всякий случай вдруг понадобится подкормить но при ловле карася дополнительный закорм бывает помогает а бывает наоборот убивает клев поэтому при ловле карася дополнительный закорм подброс шаров надо делать очень очень аккуратно небольшими шариками смотреть как реагирует рыба приступаем к крепке шариков шарики нужны небольшие я сделал прикормку очень тяжелую очень 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 вот если сцепить все такой не рассыпается прям легко сдавливать шары буду раб по-разному прикормка очень тяжелая с большим количеством влаги си целки тяжелая поэтому некоторые шары надо сдавливать не сильно глубина в месте ловли где-то меньше полутора метров поэтому в любые шары смогут дойти карась рыба которая кормится прям с точки он не боится кормушек ничего не боится боится только шума очень боится шума может отказаться при слабой активности от захода на светлую прикормку на данный момент погода была очень очень плохая у нас каждый день разная погода то дождь то сильный ветер на дня вчера был град местами односферное давление поднялось на 20 единиц поэтому рыба я думаю будет очень коматозничать из этого расчета я взял из холодильника ту прикормку которая темная что если вы и остается прикормка на рыбалке нет смысла ее выкидывать ее складываете в пакетик и в морозилку и она до следующей рыбалки отлично у вас хранится все оставлю немножко прикормки для того вдруг понадобится подкорм ну что друзья прикормка готова начинаю закармливать точку для этого делаю заброс чтобы определиться куда бросать ну что друзья точка закормлена рыба слегка напугана ну ловить буду сразу сейчас может подойти первая густерка лотвичка посмотрим что получится посмотрим как работает поплывок деться начну с опарыша пока с одного красненького начал подниматься ветерок пока один подпасочек крючок поплывок на месте держит пока справляется поплывок имеет большую парусность сдувая дверь там и забросит конкретно сидит сидит там что-то а детсадовский карасик и опять этот водоем и опять идет маленький карась друзья перейдя по ссылке можете посмотреть видео как я ловил на этом водоеме только в другом месте этих же маленьких карасиков я ловил соснасткой поплывка полтора грамма все поклевки я видел идеально на данный момент на перо я поклевки не вижу огрузка вот этого пера у меня вышла в районе двух с половиной грамм поплывок с очень большой грузоподъемности с очень высокая плавучесть в принципе так я и предполагал он рассчитан на более крупную рыбу вот вот этих малышей я поклевки уже не вижу украсит на поток клюнул как зверь маленький а на ботов садил красиво очень красиво малышей клюет пока пока только малыши ну что друзья первое мнение по поплавку уже очень сложилось поплавок очень боится перо поплавок очень боится ветра бокового его сразу начинает сильно заваливать но это и нормально тонко вытянутая форма это как раз форма для ловли безветри когда штиль когда вы ловите тихо в камыше между кувшида когда нужно тихо опустить иначе на ветру сильно начинает ложиться на бок плюс при забросе очень большая парусность сильно сдувается поплавок ну вот получив поклевку на выкладывание все время экспериментирую с вариантами развесовки грузов так чтобы я мог видеть поклевки вот этих вот детенышей но тут есть баланс между тем выплюнет рыба или нет ну стараемся делать так чтобы они не выплевывали засекались тут уже идет роль поводка и крючка большая поклевка была красивая сначала притопил потом выложил и повел вот такой маленький детсадовский карапузик вот такой сейчас утопил поплавок а взрослые сегодня подойдут или нет или так и будет детский сад да перо сколько рыбы в детстве на него переловлено первая рыба пойманная поплавок перо ну вот огрузил на данный момент так что в принципе плоховато ну вот этих малышей поклевку видит это наверное уже по счету в районе 15 или 20 вот пока клюют только такие как выложил красиво детский сад старшая группа герой ну вот тут из них кто там такое а ну боец там нет да мне давай 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 Карасик! Самый крупный на сегодняшний день. Я поймал, уговорил. Вот такой ладошечный малыш. Красавец ладошечный. Я его уговорил. Давай, давай, червячка скушал. Павничок нам подними. Красавец какой. Сейчас были поклевки несколько штук. Это видно. Клюва клюнула и бросила. Опять клюнет и бросит. То есть мелкий карасик чувствует нагрузку, не засекался и выклевывал, бросал. Вот опять попытался приподнять, не смог и бросил. Тяжелый груз. Вот сейчас добрал. Вот сейчас было сначала. Он поплывок, наживку взял, начал приподнимать, почувствовал большой вес подпасков, так как их у меня сейчас много, и выплюнул. Через время другой, возможно, подошел, взял, почувствовал вес подпасков, а так как вес большой, ему тяжело, он приподнял, поплывок пошел на всплытие. Он почувствовал вес и засекся. Подошел другой, тут же схватил, начал приподнимать, почувствовал вес, засекся и я его поймал. И здесь уже играет роль хороший, качественный крючок, который сечет рыбу на выплевывание. Сейчас я поставлю другой формы крючок, который будет это делать плохо, у меня пустых поклевок будет намного больше. Для более крупного карася этот вес подпасков, возможно, будет и нормальный, может наоборот быть хуже, так как крупный может быть намного осторожнее. Мелкого карасика там валом, сейчас если сделать поплывочек с загрузкой 1-1,5 грамм, он будет плевать там на счет 5-7, один за одним, я буду его ловить. Но на этот поплывок, где этих поклевок, практически не вижу, если вижу, то просто не успеваю за тем, как он их выплевывает. Мелкие, но бойцовые, даже вот эти малыши сопротивляются, вообще классно, если бы это удилище было 4-х метровое, еще и легенькое, спортивное, это был бы кайф их ловить. Оп, 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 давай, 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 кто там такой, кто-то там веселая кукурузку скушала. Вот так, малыш, на кукурузку. Вот такой, пока сегодня самый большой, вот такой красавчик, скушал кукурузку, красиво выложил, красиво выложил. Ну, палочок подними, подними, красавица. Вот такой, малыш. Ну, что, друзья. Выводы по поплывку по гусиному перу уже сделаны по полной. Что могу рассказать? Во-первых, поплывок очень нечувствительный, очень. Но, тем не менее, ловить можно. Во-первых, его хорошо видно, но поклевка на выкладывание, это, я считаю, у поплывков, наверное, самая красивая поклевка. Если вы со мной согласны, ставьте классными. Это очень красиво, когда он ложится на воду и лежит. Это просто красотища. Но при этом чувствительность поплывка очень низкая. Я игрался, игрался с монтажом, чтобы хоть как-то видеть поклевки некрупного карася. И вот до чего я дошел. Часть грузил из основных, практически половину, я сделал подпасками. Между подпасками и остальными грузами где-то сделал 10-12 сантиметров. Подпасок касается дна. Подпасок касается дна. И примерно вот в этом положении получается самый чувствительный вариант. Когда только крючок касается дна или одном, тут чуть попроще. Хорошо видно поклевки и на притоп, и на подъем. Вес грузов компенсируется подъемная сила поплывка, и рыба лучше их поднимает. Но не всегда удобно ловить, чтобы только крючок касался дна или чтобы он был на дном. По крупной рыбе, этот поплывок в принципе по крупной активной рыбе, он отлично подойдет. По крупному карасю, карпику, по лещу отлично подойдет. Уже по крупному, пассивному карасю, уже будет не очень. Даже по ним, если карась будет хороший, грамм 300-400 и больше, все равно часть поклевок можно просто не видеть. Когда карась возьмет в рот наживку, потянет, почувствует напряжение и бросит. Очень плохо себя показал на ветру. Форма вытянутая, на ветру, небольшой ветер, буквально небольшой. И поплывок начинает заваливаться. Заваливаясь, он поднимает груза и его начинает сильнее нести. Для тихой, спокойной погоды ловить хорошо. И еще один вариант, это при поклевке на утоп почти всегда после подсечки сбивается глубина. Ловить на поплывок гусиное перо можно, даже нужно. Но намного интереснее все-таки ловить на другие, более чувствительные попуски. При забросе очень сильно парусит небольшой боковой ветер и сдувает с точки. Давай, 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 давай. Что тут? Боец маленький, маленький боец. Ну что, друзья, на сегодня можно заканчивать. Что я вам могу сказать? Можно на него ловить. Особенно, если вы ловите крупную рыбу, хорошего карася, грамма 400 и выше. Леща. Леща это вообще сказка. Вот эти вот, когда выкладывает, это нечто. Ну, допустим, новичкам я б его не порекомендовал. Довольно сложный поплывок. На ветру сложность усиливается из-за того, что его должен стоять прямо. На ветру ветер давит, его начинает заваливать. Поднимает вверх, низ приподнимается. Крючок начинает сильнее нести. При том, вне зависимости, это крючок на дне или на дном. Начинает ускорение проноса. Моить можно. Если вам понравилось видео, друзья, ставьте класс, подписывайтесь, пишите свое мнение об этом поплавке. Я его себе оставлю и иногда буду ловить. Единственное, надо какой-то решить вопрос все-таки с хорошими силиконовыми трубочками, чтобы не сбивалось. Постоянно сбивается зубина, постоянно. До новых встреч, друзья. До встречи на воде.